Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня будет обзор беспроводных наушников с открытым ушным каналом Mibro O1. Для меня это будет первый опыт использования подобного типа наушников, поэтому постараюсь собрать максимум ощущений, чтобы поделиться ими с вами. Как всегда, будет множество тестов, чтобы мы могли понять и прочувствовать, нужно нам это или нет. Погнали! Два слова комплектации, друзья. Компания Mibro входит в экосистему Xiaomi. Наушники поступают в такой черной коробке на обратной стороне характеристики. Внутри в такой поролоновой защитной прослойке находится, соответственно, кейс с наушниками и здесь также есть кабель зарядки. Всё. Ну и инструкция, конечно. Кейс матовый, подолговатый и довольно-таки большой по сравнению с привычными нам ТВС наушниками. На передней стороне имеется 4 светодиода, которые обозначают оставшуюся зарядку. На задней стороне порт зарядки, здесь он Type-C. Наушники в кейсах на магнитах сидят очень крепко и как бы вы ни трясли, что бы вы с ними ни делали, они оттуда всё равно не выпадут. Да, друзья, забыл сказать, данные наушники это новинка. Старт продаж начался 10 апреля в 10.00. Ссылочка будет на товар в описании и в закреплённом комментарии. К смартфону подключаются быстро, примерно за 3-4 секундочки. Сборка хорошая, нигде ничего не люфтит, не скрипит, здесь всё отлично. На обратной стороне расположен динамик, через который вы, собственно, слышите музыку, и два пина для зарядки из кейса. На передней стороне расположен LED-индикатор, также физическая многофункциональная кнопка, которую чуть попозже разберём, и у десёт сбоку есть два микрофончика. Хотел по привычке сказать, что в ушах сидят хорошо, но тут нет, надо сказать, на ушах висят отлично. Поначалу немного непривычно, но потом понимаешь, что когда в ухе ничего не мешается, то это, по крайней мере, удобно и комфортно. Но, повторюсь, при начале непривычно. При беге, при прыжках, при тряске они не падают и держатся отлично. Драйвер установлен динамически, 15 мм. Вес одного наушника у нас 11,5 грамм, кейс весит 69 грамм. Ну что же, давайте от скучных рассуждений перейдём к практике. Проверим задержку при воспроизведении видео. Ну что ж, как мне кажется, задержки абсолютно никакой нет, всё отлично. А теперь давайте постреляем в играх. А вот тут задержка, к сожалению, есть. Маленькая, но всё-таки есть. Что касается микрофона и качества слышимости. Активного шумоподавления нету. Есть шумоподавление и NC, которое помогает при звонках. И знаете, друзья, тут меня неожиданно всё порадовало. Как качество микрофона, так и слышимость при звонках. Впрочем, смотрите сами. Тест записи микрофона наушников Mibro O1. Условия не идеальные, находимся на улице, но от проезжей части, конечно же, далеко. Звук, который сейчас вы слышите, пишется непосредственно с микрофонов, конечно же, самих наушников. Вот звучит как-то так. Тест микрофона, находимся около проезжей части. Машин немного, хотя, как сказать, немного, они есть. Голос вы сейчас слышите непосредственно с микрофона данных наушников. Никаких режимов шумоподавления, прозрачности или что-то ещё не включено. То есть в данный момент сейчас прям самые настоящие, самые реальные условия, которые всегда будут у нас при использовании. Так как кейс довольно-таки большой, то это позволило изместить аккумулятор больше ёмкости. 800 мАч в кейсе и по 100 мАч в каждом наушнике. Провёл тест, просмотр YouTube, громкость была 80%, полного заряда хватило на 7 часов, результат просто отличный. Вместе с кейсом общая автономность составляет 35 часов. Полная зарядка кейса длится около 2,5 часов. Версия Bluetooth у наушников топовая, 5.3, это хорошо, автономность и качество соединения будут лучше. А вот что касается поддерживаемых кодеков, здесь всё немножечко печально. Это либо базовый SBC, который есть абсолютно во всех наушниках, самый стандартный, самый обычный, либо более продвинутый кодек KAC, но не более. Никаких там LDAC или EPTX тут нет. Что касается, собственно, самого звучания. Звук, конечно же, отличается от таких вот внутриканальных или наушников-вкладышей, потому что здесь звук идёт непосредственно в ухо, а у MIBRO-1, вот таких наушников с открытым ушным каналом, такое ощущение, что вокруг вас развешаны вот так вот динамики по кругу, при этом вам ничего не мешает, в ухо ничего не засунуто, вы отлично слышите вот из этого динамика звук или мелодию, которая к вам идёт, при этом вы также слышите и улицу, и вашего собеседника. Можно сказать, что включен такой, ну, своеобразный режим прозрачности. А вот басов MIBRO-1 явно не хватает, поэтому если вы любите послушать музыку, так сказать, поднавалив, да, то это точно не для вас. Если есть эквалайзер, конечно, можно им воспользоваться, я вот здесь вот подкрутил, стало более-менее, но всё равно это не то. Запас громкости небольшой, я комфортно слушал где-то вот на 75-80% от общей громкости. Подключаются наушники MIBRO-1 к смартфону без какого-то там специального приложения, и теперь давайте рассмотрим функционал вот этих вот физических, как я сказал, многофункциональных кнопочек. Во время звонка одинарное нажатие по любому наушнику – это принять вызов. Соответственно, когда вы разговариваете, так же одинарное нажатие и закончить данный вызов. Во время прослушивания музыки одинарное нажатие на любой наушник – это поставить на паузу и воспроизвести снова музыку. Двойное нажатие на левом наушнике громкость уменьшит, двойное нажатие на правом наушнике громкость увеличит. Тройное нажатие на левом наушнике – это трек назад, соответственно, тройное нажатие на правом наушнике – это трек вперёд. Ну и к выводам, друзья. Понравилось, что ничего не засунуто в ухо. Понравилось, что можно слушать музыку и слышать собеседника и окружающую среду. Хорошая автономность. Правда, немного непривычный вот этот способ ношения, да, но, думаю, это дело времени, если кто-то захочет воспользоваться таким форматом. Кейс, конечно же, слегка большеват в привычном нам понимании. Версия Bluetooth топовая, но без продвинутых кодеков. В общем, чтобы понять, подходит такой формат или нет, надо пробовать. Кстати, не забывайте подписываться на мои телеграм-каналы. Это скидки, где я каждый день выкладываю отличные предложения с очень хорошими ценами на товары с Алиэкспресс и с местных маркетплейсов и, конечно же, мой личный телеграм-канал. На этом буду заканчивать. Ссылки на наушники, на телегу, конечно же, в описании и в закрепленном комментарии. Повторюсь, старт продаж 10 апреля в 10.00. Спасибо, что смотрели. Всех благом и удачи. Пока-пока.